Детское радио представляет Загадки и тайны Запутанные преступления Во всем разберутся, все разгадают Герои наших расследований Следопыты Дело о приблудившемся попугай Сигизмут, с кем-то ты разговариваешь? Ой, попугай, я и не знал, что у нас гости Это твой друг? Ух, стал бы я путаться со всякими выскочками У меня хорошая родословная И связи соответствующие Я дружу с сказочным финистом ясным соколом Птицей феникс Есть такое мифическое бессмертное существо Ну и так далее, всех не упомнишь Ясно А как к нам попал вполне реальный, а не сказочный попугай? Я пришел, он сидит Я к нему с расспросами А он нахохлился Голову под крыло спрятал И беседовать отказывается Хм, цадца какая Наверное, в форточку залетел И почему он молчит? Попугаи обычно такие общительные Взглянись, Сигизмунд Да он промок до нитки И перышки обтрепались Видно, долго блуждал Птичка, что с тобой случилось? Ты же наверняка был домашним попугаем О, надо тебя покормить Вот, на тебе зернышек Павлуша, что это ты с ним щебечешь? Лучше со мной поговори Спроси, давно ли я обедал? Как у меня с аппетитом? Не заболел ли я? Сигизмунд, судя по твоему виду Ты совершенно здоров А вот попугай чувствует себя не очень хорошо Эти птицы любят жаркий климат А на улице непогода Он замерз Наверное, хрип И не может говорить Он что-то сказал? Не разберу никак Хм, и правда А хрип И не может говорить Но это не повод так себя вести В приличном обществе Говорит, что заблудился И хочет домой А чем мы можем помочь? Да и вообще С какой стати Помогать каждому Встречному поперечному? Так-так Вот очередное наше расследование Мы должны найти Где живет наш гость Так, какие будут версии? Только не говори, что в Африке Это я знаю Попугай, скажи Смотри Он опять заснул Вот бедняжка Раз он такой больной То наверняка сбежал Из ветлечебницы Заскучал в карантине И фит На свежий воздух Вот я как-то сильно заболел И меня положили в больницу Он тоже мог захворать И хозяева отвезли его в клинику Мы доставим его туда И его вернут хозяевам О, вот Телефонный справочник Я позвоню в ветлечебницу Здравствуйте Скажите А у вас попугай Не находился случайно На лечении? Ну, такой волнистый Желто-зеленого цвета Нет? Что? Желтоперых там не лечат? Надо звонить в зоопарк Там любят таких воображал С цветными перьями А если они прикинутся Что умеют говорить На человеческом языке Им вообще цены нет Возможно, ты прав Ну, может и нет В зоопарке ведь живут Редкие животные и птицы Которых люди не могут увидеть В естественных условиях А волнистые попугайчики Как наш гость Не такая уж и редкость Поэтому мне кажется Что ты ошибаешься Кеша хороший Тебя звать Кеша? Ты проснулся? И уже идешь на поправку Голос появился Расскажи, Кеша А где ты живешь? Голос прорезался А толку чуть Не знает он ничего В клетке родился В клетке всю жизнь прожил Света белого не видел Пределы комнаты не покидал Так, у меня идея Сигизмунд Спроси Кешу Какие еще слова он знает На человеческом языке? Это может стать ключом Здравствуйте Уважаемые телезрители Сегодня в эфире Только хорошие новости Программа Криминал Спят усталые игрушки Да Жертва цивилизации Смотрит телек с утра до ночи И никаких тебе интересов Постойся, Гизмунд Уж очень у него Специфический словарный запас Это подозрительно Кеша, продолжай Не дай шанса Карису Встретимся завтра В то же время Внимание, внимание Десять секунд эфира Вот оно Кеша, не слушайся Гизмунда Он зануда Ты не выскочка Ты умница Ты все нужное запомнил Я понял, где ты живешь На телевидении Только там ты много раз Мог слышать эту фразу Внимание, внимание Десять секунд эфира И поэтому ты ее запомнил Сейчас я позвоню на наше местное телевидение И ты скоро будешь дома Что это ты так церемонился с этим Кешей? Бедненький, вот тебе ернышко Он был слабый, ему некому было помочь Чуть-чуть внимания и смотри Он сразу поправился и заговорил И благодаря его таланту запоминать слова Ты избавился от конкурента Да какой он мне конкурент Выскочка телевизионная Курица крашеная Вообще-то я тоже сразу понял, что он с телевидения Просто хотел, чтобы ты как следует почувствовал разницу Между по-настоящему образованными птицами И выскочками, которым повезло с оперением Сигизмунд, ты самый лучший филин из всех, кого я знаю Тебе не нужно мне ничего доказывать Я тебя люблю просто потому, что ты мой друг Правда? Правда Следопыты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...